так у нас нас приняты еще в 2012 году предусматривает шоу день села у нас проводился последние воскресенье октября поступило заявление на сельский совет за подписью Савченко Олександра значит, зачитать заявление? да, я могу сам читать это же комиссия проявляючи повагу до исторических традиций казахства турбуючись про их сбережение и сбогачение про самопутный развитие территорий и громады пропоную внести смены до статуту 6 статей 6 статуту территориальной громады казачьего сельской рады вызначившись святкувание дня села казачьего лагеря выключена 14 числа жогня месяца каждого року аргументы при необходимости доведу но аргументы мы принимаем значит, у нас мы рассмотрели это заявление значит, регламентом комитетом все проголосовали за то, чтобы разрешить и просить депутатов проголосовать чтобы в 14 числа была наша святосила дело в том, что у нас Покровская церковь имени Покрова поднимателя и постоянно, каждый год у нас в церкви празднуется 17-го числа так что не будет, по-моему, хорошо, если будет и все село праздновать этот день поэтому мы на ваше рассмотрение выносим как депутаты решат но наша комиссия за то, чтобы 14-го сделаем праздник, как все а кто есть против? я могу пояснить, что по-перше, действительно я не буду там исторически видаться, как это все принималось если вы заметили, что у нас празднуется все близко до Покрови а в статуте написано, что там учебники это в результате того, что мы когда дозменивали статут тут бы возникло два аспекта первый никогда 14-го числа не празднуло и это все аргументировалось с тем, что наш настоятель был против я его попросил, приди сюда Инид Леонидович, ну и сегодня прислал представника своего, потому что он там сейчас занятый чтобы вот эти сплетни все по дороге друге у нас мне аргумент сказали ну ты же понимаешь, там у Цюрюпинску козаческий праздник а там у Херсоні праздник козаческий то я говорю, ребята, если мы хотим будь самостоятельной яка там еще громадой первой мы должны выставить свои интересы другая люди, которые должны приезжать я все-таки тот фактор невозмутимый цего национального парка его надо принимать как погоду вот а это что? значит надо, нам нужно что? залучать сюда людей, которые будут приезжать они в простонародье и называются туристы у меня есть связки с многими клубами туристических у них одна претензия у вас нет послуг свято, как свято, их не цікави им треба послуг для того, чтобы спланировать эти послуги первое, нам нужно организовать оргкомитет второе, дата должна быть предназначена и третье, мы должны дать в будущем керевництву нашему аргументы для того, чтобы их не нагибали чтобы переносить это свято села потому что в Цюрюпец мы были на этой группе по координации объединения чтобы плотников пришел и заявил а раз мы объединялись три человека пожалуйста на Цюрюпец представьте на Цюрюпец значит для них это ценно а вы не заметили, что все эти поездки мы выплачиваем из какого? из местного бюджета значит им это интересно куда наши ездят в Сорочинцы 50 долларов в квадратный метр в этом году в ГОПР всеми еще колись хвастался негра что 4 доллара квадратный метр над набережной приносит им доходы а мы же несем расходы поэтому я решил, так думаю а вдруг выберут поэтому мне это будет послуг ну и для села по любому должна быть все таки надо порядок наводить все, это все аргументы и эти сплетни, что церковь против всего не против они и кто-то из представителей может Алексеевичу, дозвольте, пожалуйста сейчас будет санонник депутат есть еще какие-то вещи? нет нет кто за это решение так он хочет ну что хочешь выступить? питание хочет ну не было записаться вот это так мы не вот давайте ну хай скажем ну вот так скажем Алексеевич я два слова скажу всего на все да ему нам на помощь я скажу ну не было записаться что я хотим по этому вопросу то откуда же я знал, что это будет что вы нам давали а может есть спорное питание нет, 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 нет как раз спорное питание чуть-чуть александр, у вашей заявки написано традиции казанства в проекте решения вы прочитали что тут написано населених путей вы не видели что тут изменилось? нет, ну так просто казанство все равно и все таки нужно что день правильного до конца что день покровителя казанства покрови все на все приймаю как запит выборца и после того как я переможу я выставлю вашу правительство так? так? по-другому я это не миссия все я действую проголосовали кстати дело в том что я вам еще могу предложу пробачения от пожарный нас брехать колись тут у нас была зустричь, он требовал представник Баграева и как раз на том месте сидел когда приезжал сюда Баграев с книгой все связки еще залишились они нам предлагали в кримках как сделать фестиваль это тоже деньги но его нужно организовать это наши доходы это все будет в развитии но надо начать с этого с устава хорошо кто-то 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 мы приняли таке решение до побачения обожаю у вас у вас вы хотите эту группу по координации на объединения не объединения не объединения возможностей возможностей объединения пожалуйста то что вы сейчас спрашивает меня допустим город представники посылать вам опять же я тоже чтобы вы остаточно приняли бы решение по городу как бы сказать они рассчитывают на себя или город на то что громада которая принимает решение по отношению уходим не входим или мы остаемся самостоятельно хорошо теперь докладываю Савченко спросите смотрите если от имени громады я не могу говорить я туда вызвался чтобы понять что нам пропонуют первое у меня все таки сумнёй до самоспроможности это не значит будь самоспроможным первое второе вот эти факторы я один вызвал и лист был прислать одного вы спомоглись прислать троих причем три человека приехали и требовали разные думки они теперь нет умений они нет умений олександр олександр вы если принимаете решение будьте последователь какие вопросы есть керевники или а то есть на моем уровне они меня ждут они сказали как только будет что изменение в статут ну до речи изменение в статут по принятию решений не нужно приносить мы просто подивилися и там первый пункт как раз там это не это было решение закону мы использовали обстановление для того чтобы нас не нагибали на объединение но когда 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 скасуют эти районы те что в перспективах сейчас вот польскую нам когда навяжут систему то я вам скажу за эти два роки когда нас начнут заставлять объединяться обставили нам треба виробить экономичную стратегию если мы с первого ну я другому депутателю сказал бойтесь не бойтесь треба готовиться до первого січня 2016 року асоціація не радость до нас склинуть потоки продуктів из Европы а вы только это узнали что это? не я это знал поэтому я был сюда я один же мог кричать мне что надо было погибнуть а еще а еще а еще я знаю что Юрий Валючин вы как у нас керевник именно этой группы это направляется мы допустим легендировали вас направили именно до межской рады нам это надо узнать и получиться у межской рады нам нужно контролировать ситуацию по первому мы едем туда сельской ради надо учиться думать и слушать про что они говорят потому что эта проблема не хочется двума на два года это опять растянут но тем не менее надо вникать надо держать руку на пульс мы сегодня я говорю при депутатах говорю не но сейчас вам это лице нашего села вам приходит лист на одного человека вы посылаете трех вы не предупреждены вы хотите выполнять ситуацию нужно выполнять то можно я скажу есть